Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Начинать с себя. Мэр Анапы Сергей Сергеев указал на недостатки в работе руководителем городских управлений и служб. Годовщина трагедии. В Крымске открыли памятник жертвам наводнения. Семья – главная ценность и святыня. Задача власти – защитить и поддержать молодых. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. В полку контрольных группы прибыло. Теперь в составе комиссии по профилактике детской безнадзорности дежурят казаки. На Кубани закон простой. В 10 часов вечера дети должны быть дома. В Анапе по традициям южного города все самое интересное как раз и начинается в 22 часа. Главное, чтобы мама или папа были рядом с ребенком. Но не всегда так бывает. Много очень отдыхающих. Много детей. Значит, много очень площади, которые необходимо обхватить сегодня охраной общественного порядка. И действительно, и самое главное, это чтобы дети безнадзорно не ходили в вечернее время, в ночное время. Сегодня у нас дополнительно заступает 10 казаков с нашего районного казачьего общества под руководством старейшины нашего общества, значит, Потоцкого Николая Ивановича. Добровольное начало – безвозмездная помощь. Дети чужими не бывают. Много детей у нас в городе, конечно, есть необеспеченных, брошенных, больно за них. Ведут они себя, может быть, порой и недостойно. И вот мы хотели бы им помочь. То есть вовремя остановить, вовремя их воспитать. Для охраны детства, общественного порядка и для профилактики преступности казаки будут выходить на дежурство три раза в неделю. В самые жаркие вечера – в пятницу, субботу и воскресенье. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. В субботу, 6 июля, в Крымске почтили память погибших в наводнении. Ровно год назад, в ночь на 7 июля, разрушительная стихия затопила более 7 тысяч домов в Крымске, Геленджике и Новороссийске. 168 человек погибли. В годовщину трагедии на главной площади в Крымске почтили память жертв и открыли памятник. Несколько тысяч человек вместе вспоминали события той ночи. Крымчане, родственники и соседи погибших, волонтеры, представители штабов муниципалитетов со всей Кубани. К жителям обратился губернатор Кубани Александр Ткачев. В Крымске, в центре города, у разрушенной стены скорбящая женщина вылита из бронзы. В верхней части монумента колокол оплакивает 153 жертвы наводнения. 153 фамилии на стене заливают бронзовые слезы. И не счесть слез, собравшихся на площади в день годовщины почтить память погибших и вспомнить трагические события той самой ночи. Трудно говорить, вынести такое испытание, которое выпало на долю кримчан. Я сегодня здесь для того, чтобы сказать от имени всех жителей нашего края, нашей большой Кубани, что сегодня мы вместе с вами, как это было и год назад, вместе с вами скорбим, вместе помним. Давайте почтим память погибших минутой молчания. Пронзительная тишина и после проникновенные голоса участников кубанского казачьего хора, сливающихся в грустную мелодию. Стихи о Крымске. Всплеск рифмованных эмоций. Я считаю, что мы все пострадавшие в этой трагедии, потому что кто-то с этим столкнулся непосредственно, кто-то в эту страшную ночь тонул, у кого-то тонули близкие, кто-то спасал, кто-то присылал помощь гуманитарную, кто-то развозил. То есть мы все в этом были, все это пережили, как свое общее горе. Прямком в горле стоит, особенно читаешь эти фамилии из списка семей, ни один, ни два человека, два, три человека утонули. Мне очень тяжело, в общем, нам всем тяжело в этот день, и я очень надеюсь, что больше никогда такая трагедия не повторится. В небо выпустили 153 белых колубя, символично. Как булка хлеба на постаменте, это первый отклик людей на горе крымчан, первая гуманитарная помощь от жителей соседних городов. Представители штаба Анапы, работавшего в Крымске с первого дня, возложили цветы к новому в городе памятнику. Неофициально каждый приехал по зову сердца. Зажгли фонарики. Еще один символ спасения и жизни. Я вспоминала все страшные моменты, которые мы видели, когда приезжали сюда волонтерами, помогают людям. Были все фрагменты того страшного дня и того страшного месяца, который мы потратили на восстановление Крымска и Нижнепокарска. Тысячи венков и цветов, сотни свечей через год. Жизнь продолжается. Элементарно даже у нас проводилась студенческая игра КВН, и Крымск, естественно, к нам ты же. Наш штаб здесь проработал больше, чем полгода. Мы зашли сюда 7 июля, а уехали 16 января. Можно сказать, породнился с еще одним городом нашей страны и нашего края. Город преобразился, появились дороги в тех местах, где их не было с момента основания Крымска. Сегодня, когда ходили со съемочной группой, мы разговаривали с людьми, люди очень благодарны Анапскому штабу. Одна женщина, мы зашли в магазин, которая находилась рядом со штабом, она увидела в этот момент, разговаривала по телефону, перекрестилась, сказала, я подумала, что мне привиделось, Анапские приехали. Я говорю, нет, мы приехали, все хорошо. Люди очень добродушно встречают уже кофе, чай, самогон, что нам только не предлагали и сегодня, и вчера. Беда может коснуться каждого. Важно, чтобы рядом были люди готовые помочь и помогающие. Просто так, по неписанным законам совести и человечности. Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Крымск. И к другим темам. На планерном освещении в администрации Маранапа Сергей Сергеев призвал руководителя городских управлений и служб к порядку. Раскритиковал внешний вид здания администрации и важные мелочи во внутренней работе. Начинать надо с себя и своим примером показывать, как надо работать. Планерное совещание началось с доклада миграционной службы, по данным которой на миграционный учет поставлены 321 человек. Выдано патентов на работу 184, из них 170 граждане Узбекистана. Проводятся рейды, но этого недостаточно. Глава курорта Сергей Сергеев настаивает, чтобы миграционная служба обращала внимание и на сферы, куда пытаются внедряться гастарбайтеры. У меня информация, две фирмы используют иностранную рабочую силу в виде таксиста. По-русски. Практически не разговаривайте. И в адресе. И проведите работу профилактически. Скажите, ребята, что вы творите? Вы нам оказываете неожиданную услугу, люди к нам больше не поедут. Представляете, он садится на такси, черт немытый, рязный и черт по-русски, по условию, связать не может. Начинать выяснять, куда человеку приехать, что за дорожного вызова. Ну, представьте впечатление, да? Вице-мэр Светлана Яровая обратила внимание всех присутствующих на то, что работа с нелегальными торговыми точками должна быть изменена в корне. Эвакуатры погружать. И пусть жалуются. У нас есть предприятия. И пусть жалуются, потому что вот эта мысль глубокая, которую озвучивают предприниматели, пока вы будете судиться, наступит инцидиона, я могу ответить, пока вы будете жаловаться, то, что наступит конец сезона. Поэтому будем делать так, как вот я сейчас ответил его. Тем, кто выиграл территорию согласно конкурсу и начал там работать, а к ним присоседживаются те, кого ставят и здесь присутствующие, и здесь отсутствующие, вот тех, надо в первую очередь, эвакуатор грузить и вывозить. И пусть идут жалуются. Сумма, поступившая только от продажи мест для реализации экскурсионных путевок, достигла 14 миллионов рублей, чего не было в предыдущие годы. Более 20 миллионов рублей поступили в городскую казну как арендная плата за землетехозназначение. Сергеев потребовал усилить работу в этом направлении и лишать земли тех, у кого она годами стоит заросшей, чтобы передать эффективным землепользователям. Который будет получать прибыль, платить налоги и в конце концов использовать нашу землю под назначение. Что касается повсеместной продажи спиртосодержащей продукции, то мэр Сергеев потребовал от всех ведомств консолидировать усилия в борьбе с этим злом. К работе полиции казаков и управления торговли должны подключаться и коммунальщики. Они хаотичны, они возникают, буквально подключаются от тех предприятий, участные предприятия выписаны, потому что гоняться за этими точками бесполезно. Вы предлагаете, чтобы глава гонялся, а вы будете сидеть и ждать, да? Ждем, сидим, мы не будем бегать. Как развод прибегает тут? На каком основании мы подключаем? Расскажите, разводку на каком основании делают? Пройдите по параллели и по Витязево. И мы сидим здесь, улыбаемся все дружно. Они нам на голову сели, а вы в банке стрижете там за тех подключения. Я вам открыто у тебя говорю. О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду доложил замглавы Алексей Харитонов, который подчеркнул, что запланированные работы идут по графику и к началу отопительного сезона проблем с ресурсными предприятиями не возникнет. В завершение мэр Анапы Сергей Сергеев поздравил с Днем Семьи Любви и Верности супругов Яндрусинских, воспитавших четырех детей, вручив медаль за любовь и верность, за крепость семейных устоев, благополучие, обеспеченное совместным трудом, а также воспитание детей достойными гражданами России. Вадим Родин, Анапа-регион. В Анапе в преддверии Всероссийского Дня Семьи Любви и Верности прошло заседание по проблемам молодой семьи. Инициаторы проведения – Совет молодых депутатов при Совете муниципального образования город-курорт Анапа. За круглым столом обсуждали жилищные проблемы молодой семьи и льготные условия кредитования. Подробнее в следующем сюжете. Государство в последние годы приняло ряд очень важных решений по поддержке семьи и молодежи. Это и материнский капитал, и программы на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. Молодой семье доступное жилье. Привлекательное решение заиска в сельских усадьбах, которое позволяет молодежи в пригороде создать рабочие места и построить жилье на льготных условиях. Молодожены или уже кто имеет детей, должны все-таки находить время, отвлекаясь от работы для того, чтобы подать документы, вступить в программы, не попасть где-то на какие-то банки, которые являются мошенниками, и получить какую-то субсидию, какие-то льготы. Участники круглого стола ответили на все вопросы по приобретению жилья, которые сейчас волнуют анапские молодые семьи, и разобрались в том, что еще необходимо сделать, чтобы молодые люди имели возможность построить крепкую семью. Молодежь заинтересовалась программами поддержки молодых семей существующими льготами. Закон говорит у нас, жилищный кодекс о том, ну и другие подзаконные акты, о том, что на сегодняшний день только мерами социальной поддержки по обеспечению жильем у нас, к сожалению, только пользуются те участники боевых действий, ну и члены их семей, и там инвалиды боевых действий, только те, кто встал на учет до 1 января 2005 года. В итоге обсуждения темы круглого стола председатель совета Леонид Кочтов и другие участники пришли к выводу. Нужно изучить опыт других городов и поддерживать молодые семьи, ведь это забота о будущем нации. Наличие собственного добротного жилья зало крепости семейных уз. Когда о крыше над головой думать не надо и дом не проблема, молодые люди охотно и увлеченно участвуют в социально-экономической жизни города и региона. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. Продолжаем выпуск. Молодым семьям на заметку. Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» предлагает выгодные условия покупки. Окна со скидками в рассрочку и без процентов по кредиту. Яркое солнце, повышенная влажность, сильные ветра – вот особенность субтропического климата. Все это резко сокращает срок эксплуатации металлопластиковых конструкций. Сегодня пошел дождь, и мы обнаружили у себя на балконе проблему. У нас протекают окна. Устанавливали их пять лет назад, и бюджетный вариант не очень дорогие. И хотелось бы их заменить на более качественные. Все дело в особенностях оконного профиля первого поколения. Во-первых, они морально устарели. Во-вторых, стандартные металлопластиковые конструкции не выдерживают особенности климата. Но это все равно, что по лужам шагать не в резиновых сапогах, а в обычных босоножках. Окно, для которого любой Nordost покажется легким бризом, профиль сделан и в Германии, с монтажной глубиной 82 мм. Тройной стеклопакет, шестикамерный профиль, три контура уплотнения, надежная австрийская фурнитура с повышенным сроком эксплуатации. Только в компании Капласт. При покупке одного окна, второй в подарок. Мы действительно продаем окно в 82 серии по реальной для такого высокого качества цене. И действительно, второе окно дарим в подарок. Это предложение доступно каждому. Тем более, что оно распространяется даже на тех клиентов, которые хотят оформить заказ в рассрочку. Немецкое качество и тройное стекло. Надеюсь, проблем таких больше не возникнет. Все подробности вы можете узнать в офисах продаж в федеральной сети Капласт по адресу город Анапа, улица Лермонтова, 116 В. В предыдущих выпусках программы мы рассказывали о занятиях подводным плаванием людей с ограничениями в движении. Адаптацией и реабилитацией таких людей занимаются в Анапском дайв-клубе «Акваглобус». В июне четыре человека прошли полный курс обучения. Им торжественно вручили сертификаты дайверов. Со знаменательным событием пара дайверов поздравила заместитель Моранапы Людмила Гузенко. Профессионалы подводного плавания разработали и внедрили в жизнь проект под названием «Подводное плавание как мета социальной адаптации людей с ограниченными возможностями». Инициаторами проекта стали Конфедерация подводной деятельности России, Анапский клуб «Акваглобус» и международный журнал «Инвертум». Два года назад в Анапе были открыты курсы для инструкторов подводного плавания, которые были ориентированы на обучение инвалидов. С тех пор работа в этом направлении активно продолжается. Четыре человека с ограниченными возможностями здоровья сегодня получают сертификаты дайверов. Бран Каравнак, президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов, проживающей в Словении, был в этом деле первопроходцем. Все делалось безвозмездно. С одной лишь верой в то, что этот метод очень эффективен в адаптации инвалидов. Никита Ванков благодаря дайвингу стал чувствовать ноги. У нас уже есть собственные дайверы-инвалиды, у нас есть Никита, первый парадайвер, который может погружаться на глубину 40 метров. Я имел удовольствие и честь погружаться с ним на эту глубину на Адриатическом побережье в прошлом году. И в этом году мы вместе с ним погружались в Звездном городке. Основатель клуба «Акваглобус» Татьяна Ананьева говорит, в этом году провели масштабную акцию. Инвалиды погружались в гидролаборатории в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке. Смилость и отважность анапского парня покорили буквально всех. Администрация Звездного городка, когда услышала Никиту, потом воочию увидели его, потом посмотрели, как он делает. И он был первым нашим, можно сказать, они также это приняли, ассоциация была космонавтов, прислали ему вот эту медаль. Три-четыре! Лазаром! Никита Ванков занимается подводным плаванием уже год. А вот Михаилу Кириллову, Филиппу Светенко и Игорю Гундерову покорять морские глубины, помогал инструктор по работе с инвалидами Алексей Вартанянц. Для них подобное занятие является новым направлением в жизни. Это для них абсолютно иной мир, как у нас говорят, другое измерение. Хочется, чтобы они продолжали свою деятельность как подводные плавцы, чтобы они повышали свой уровень, квалификацию. И хочется сказать Алексею спасибо за то, что он не просто погружал под воду, показывал там подводный мир, навыки, но и за те лекции. Потому что дайвинг на самом деле это очень серьезно, это очень непросто и это целая наука. Заместитель мара Анаполя Дмила Гузенко отметила, наш курорт на Черноморском побережье стал одним из первых городом безбарьерной среды. Создаются необходимые условия доступа инвалидов ко всей социальной инфраструктуре. Сегодня разработали уже и электронную карту, которая будет давать возможность людям в инвалидных колясках, находясь там где-то в Таганроге, либо в Нижнем Тагиле, по электронной карте посмотреть, какие же места он может доехать самостоятельно. Анапа также стала первым городом в России по адаптации инвалидов под водой. Каждый из парадайверов оценил себя в новом качестве, ощутил новое дыхание жизни. Мы рады, что Анапа в этом вопросе стала снова первой. Я всегда говорю, Анапа начинается на букву А. А в алфавите это самая первая буква. Поэтому, наверное, Анапе и надо быть первой. И действительно, это сложилось благодаря тем людям, которые прежде всего имеют доброе сердце. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион. На сегодня это все новости. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы и торгового центра Алиса. Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр Алиса Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 9 июля, в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы плюс 26-28, ночью до 25 градусов по Цельсию. Ветер переменный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 24 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Продолжение следует.